Все? Все? Углетели Перл, ты наш Еще кто? Закрывайте там дверь, кто последний? Подождем У нас все должны, слава Божьей, знать Вы что, не сможете приоткрыть и завести ее? Боже Господи, прости Царю небесное, утешителью души истинной И живи с весы И вся исполняя Сокровище благих И жизни подателю Приди все веселы И очистены И всякие скверны И спаси Боже Душа наша Отец наш Небесный, молим тебя Именем Господа нашего Иисуса Христа Благослови занятия Все Помоги многомилостив Господи Слово Твое нам применять в жизни Так как оно Только есть источник истинной правды Для спасения душ наших и жизни наших От козни дьявольских Которые через всю жизнь проходят, Господи Не оставляют этот Враг рода человеческого в покое Ни тебя, ни нас Господи, ну мы знаем, что ты больше защитник Ты больше, чем эти злобные силы Добро Твое безмерное Милосердие не ограничено Только мы сами Являемся Своими врагами Когда не принимаем слова Твои святые Как должно Помоги многимилостивам, Господи Все преодолевшее уставить с веры На надежду воскресения и жизнь вечную И наследовать царство, которое готовится Святым Твоим праведным Аминь Продолжаем книгу судей Разбираем мы с вами сейчас самые интересные моменты Которые как бы дальше уже не встречаются Потому что Христос приходит Нет, встречаются они всегда, конечно Но не в таком огромном количестве, как в книге судей Христос пришел уже и сказал Я пришел к погибшим овцам дома Израилева То есть вот к погибшим уже А вот это мы с вами проходим Когда они еще не погибшие Господь через наказание Пытается привести евреев в разум И познание истины Но это сложно все проходит Вот сейчас мы говорим о суде Это такой интересный период Я думаю, что если бы Развитие современной нашей России Шло именно по правильному По правильному пути развития человечества О чем говорит нам Библия То в первую очередь нам надо было рассматривать Именно эту книгу Книгу судей Людям рассмотреть Здесь и о заповедях говорится Здесь говорится и о О духовном водительстве человека Куда? Ко спасению К небу водительства Вот такого водительства Вот так прямо Оно не показано нигде Оно показывается Именно вот в этой истории Израиля Израиль своими жизнями Показал нам правильный путь Который нужно пройти человеку по земле Государств православных Не может быть Запомните Патриарх и все тут архиереи Которые будут с вами встречаться на пути Возможно общины нашей уже не будет Смотря на ваше меркантильное отношение К общине Я думаю что община затухнет Ее не будет просто Потому что С вашими С вашим сегодняшним менталитетом Ну внутренним состоянием Будем так говорить по-русски Невозможно Никакую общину создать Вы видите Вот Игнат Тихонович Наш снимает Посмотрите на него Посмотрите На меня сильно не смотрите У меня там некоторые Изъяны есть Вот Не будет Игнат Тихонович И что вы будете делать Кто будет лидером у вас духовным Как вы будете идти по жизни Вы ничего не понимаете И не хотите знать Простые даже исторические моменты Чего не спрошу Читали Шекспира Знаете Не знают Шекспира Кто спрошу не знает Спросили Сталинград Никто не знает Когда был Сталинград Чем вас там в школе Потчуют Американской этой Блевотиной Американцы хоть там Свою историю учат 45 президентов этих У вас же Чего не спроси Ничего не знаете Что это такое Как можно было До такого добиться Я когда был Урок истории У меня аж коленки тряслись Я шел До такой степени Хотелось ответить Я только начинал свой урок Только Начинается опрос Я уже руку поднимал Все Я не знаю почему Но так очень хотелось Знать свою историю Вообще с земли Не только нашего государства Я так был поражен Когда Открылась у меня Библия Я посмотрел Когда я прочитал ее Я понял Что страшный пробел У нас В наших знаниях У детей Они не знают Слово Божьего А у вас Есть познание Слово Божьим Но вы не знаете Ничего вокруг другого И все И это не складывается Опять же Ну это Слово Божье Ну Слово Божье Слово Божье Слово Божье Оно показывает Как неправильно Люди развивались А вокруг то люди развивались Римская республика была Греческая перед этим была Греческие полисы Что вы об этом знаете Персидская империя Индийские раджахматы были Уже китайская была империя Вовсю И все это надо Все надо знать Хотя бы немного Касаться этого Для чего? Для того чтобы правильно Идти по земному пути И достигнуть Царства Небесного Вот для чего Не надо там Вылезать там Династии Шин Мин там И так далее Ладно Об этом вам не говорят Ничего Но остальное Какие были Кто там были Языческие Почему они не пришли Как? Все это нужно знать Почему? С китайцами встретитесь ли Или с теми встретитесь Вы со всеми должны беседовать И показать чистоту И красоту православия Истинность православия Вот в чем дело А вы не то что Не можете это показать Вы еще себя то не можете Поставить Где вы находитесь Вы должны твердо Закрепить себя Что без знания Без знания Слава Божия Без любви к Слову Божьему Ничего не будет с вами Ничего хорошего не будет Будете как все Ходить по всем этим День рождения Друг к дружке Ну как обычно Начнете Выпивать шампанское Коньяки Водку И все Подарки там Друг к дружку дарить Ходить улыбаться Этим безбожникам И самим безбожным улыбками Все Ничего больше не будет А вы должны быть Проповедниками Вот как мать Гликерии Параскева Была маленькая В 9 лет И там было И пошли там Ей выбирать Платье Ну и там Что-то Подошла И говорит А вот померьте Там какой-то Костюмчик С джинсами Она говорит Женщина Должна ходить Только В платье Это мужская одежда Она не должна касаться Представь себе В обуви В одежном магазине Так она Все там встали Как так Она им там Давай проповедовать Ну как рассказывают Ну и все В 9 9 лет А дальше Это что А дальше Стыд начался А почему А потому что Слава Божьего Не знало Это платье Она называлась Секретная Так Ну сейчас Давайте Слава Божьего Послушаем А то Что-то Распинались А вы скажете Может там Ничего и нет Вот Сейчас Начинается Интересный Очень момент Мы тут Дошли до Гидиона И вот Сыны Израиля И стали опять делать Злое предотчами Это 6 глава Книга судья Нам начинает говорить Я буду Перескакивать Потому что Если все читать Мы только читать И будем И предал их Господь в руки Магианитян На 7 лет Ну это такие Самые основные Кто такие Магианитяне Это язычники Язычники Которые не хотели Знать Заповеди Божьи Не хотели Истинного Бога Знать Бога неба И земли Хотя С ними Рядом Жил верующий народ Они видели Какие это Люди Слова Люди Честные Труженики Евреи были Как они любят Свои семьи Ну может быть Не все Но в основном Они Все заповеди Придерживались Нигде не говорится Когда говорится Что не придерживались Когда заповеди Об этом говорится В чем была Нечесть Дальше Читаем Тяжела была Рука Магианитян На семь лет Над Израилем И сыны Израилю Сделали себе Магианитян Ущелье В горах И пещеры И укрепления И когда посеет Израиль Придут Магианитяне И амагианитяне Жители Востока И ходят у них И стоят у них Шатрами И истребляют Произведение земли До самой газы И не оставляют Для пропитания Израиля Ни овцы Ни вола Ни осла Ибо приходили Они как саранча И ходили по всей земле И опустошали ее И весьма Обещал Израиль От них И возопили Сыны Израилю К Господу И когда возопили Сыны Израилю К Господу Номагианитян Послал Господь Пророка К сынам Израилю И сказал им Так говорит Господь Бог Израилев Я вывел вас Из Египта Вывел вас Из дома рабства Избавил вас От руки египтян И дал вам землю И сказал вам Я Господь Бог Не чтите богов Амарейских В земле Которых вы живете Но вы не послушали Глаза моего И пришел Ангел Господень И сел Вофре под дубом Принадлежащим Иоасу Потомку Авиазерову Сын его Гедеон Выколачил Вот это пшеницу Пшеницу Вточили Чтобы скрыться От мани А дитям Вот как все Происходило И опять Почему Насылаются Скорби На дитям Мы здесь Слышим Почему Ответ Какой Как ты учишься Там Как твоим преподавателям Смотреть на тебя Скажи Вот они сидят На тебя смотрят И думают Ну дебил сидит Как я их учу Тут Ну только что Жрать мне самому надо Вот деньги поэтому Получать Поэтому Рядом сижу С этими Дебилоидами А почему Потому что В одно ухо влетает Как сказал Господь А в другое Вылетает Сатана Вот уносит Это Слова Божьи Уносит у вас А ты сидишь На уроке Бытовом Простом Житейском И тогда Ты не хочешь Ничего знать Ну как ты научишься Правильно Резать животное Так чтобы оно Не сдохло Когда ты Слова Вот только что Тебе прочитали Секунду назад Прочитал Внятно Я И причем С толкованием Еще С истолкованием Прочитал И вы не Молчите Почему Потому что Я перед этим сказал У вас равнодушие В сердце Вы все равнодушные Особенно Те Которые Уже за 10 лет В вас Проникают Сатанинские Щупальцы Вот этого Вот мира Вы сами Даже не заметили Как вы поразились Ими уже Я знаю Я вывел вас Молодец Правильно Я вывел вас И что сказал еще Я Господь И дальше Что говорит он Ну что Только что Прочитал я Ну Я Господь Бог вас Я вы Который Вывел вас Из земли Гибельской Из дома Рабства Да не будет У вас Других Богов Вот А они что сделали Они Ну тут прям вот Я прочитал И не служите И не чтите Богов Амарийских В земле Которых вы живете Но вы не послушались Глаза моего Я на этом остановился Практически Что значит Чтить Богов Амарийских То есть Не служить И не приносить Жертвоприношений Правильно А они что делали Напротив Они наоборот Они наоборот Они чтили Богов этих Вот так же Вы чтите Этот мир Понятно Вы чтите Его Вот ты 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 И ты И ты Чтите Этот мир А малышня Пока еще не чтит Кому Еще Дести Почему А потому что По возрастам Все человеческим Происходит Раньше Это был Побольше Возраст Лет до 15 Можно было Детем Оставаться Я еще в 16 лет Мячики гонял По стадиону Потом уже Повозрослел Сразу почему-то А девочки Пораньше Немножко Там в 14 лет Начали уже Женихаться Ну а Тут уже 15-16 лет Уже понятно Все Уже В голове Там совсем другое В голове Мои опилки Да-да-да Говорит один Мультипликационный Герой Ну давайте Дальше Слушаем Что произошло И что с вами Произойдет Когда вы Не будете Чтить Бога И вот Пришел судья Сейчас Господь Послал уже Вам судью Наша община Это община С батюшкой Вместе С такими Людьми Веры Истории Написаны Уже Про них Даже Вам только Подражать То надо Постоянно Об этом Говорить От вас Слова Не Выдавишь О Христе Кого вы любите От вас Спрашиваю Кто Целует Маму Подойдет Поцелует И говорит Мамочка Я тебя люблю Кто Кто так делает Кто Подходит к папе И говорит Папочка Люблю тебя Дорогой мой Кто 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 Вот Я знаю Что есть Такие люди Но их Мало А они Вас родили Они вам дали Веру А вы даже Не понимаете Что они дали Вы не просто Должны Вы должны Каждое утро С кровати Сползать На колени И благодарить Кричать Там где Мамочка Доброе утро Благодарю тебя За то Что ты меня Родила И показала Мне веру В Господа Истинного А у меня Мама Не верующая Да в курсе Что она Не верующая Здравствуйте Здесь у нас Не говоришь Такие Ну Ты скажи Как мне Скажи Мамочка Благодарю тебя Что ты меня Родила И что Отпускаешь К бабе Наде И я Стала верующая Вот так Скажи Поблагодари Что она Скажет тебе А было бы Интересно Посмотреть Как вы Любите И теперь Когда вы Не благодарите Родителей Ваших Как нам Поверить Что вы будете Благодарить Господа Когда дальше Подрастете Да дальше У вас только Одно будет Одно Благодарность К тем Кто вам Будет Будете руки Целовать У тех Кто деньги Вам будет Давать Руки Будете целовать В ногах У них Будете валяться У людей А потом Будете Говорить Ой почему У меня Рак Там Молочной Железы Ой почему У меня Там Мозг Раз за разом Заходит В сумасшедший Дом Попал Да потому Что бог Начинает Наказывать А судьи Уже Были У вас Судьи Были Все Поэтому Приготовьтесь Сразу Эта жизнь Не будет Легкой Прогулкой Начнутся Скорби Испытания С самого Начала У кого Не начались Еще И пришел Ангел Ангел Господень Приходит И сел Гофри Под дубом И Гидио Выколачивает Вточили Чтобы скрыться То есть Такое Углубление Специальное Точило Точило Кто понимает Что такое Точило Правильно Это место Чем отличается Ямка Ямка Оно где В какой Твердой земле Да В скале Не может Оно быть В земле Понятно В скале Должна быть Скала Камень Сплошной Камень Без трещин Почему Ну Потому что Чтобы дом Накова Чтобы ям Чтобы Что Чтобы Ну Почему Должно быть Каменное Вот это Точило Каменное Почему Должно быть Чтобы Вино Не убежало Молодец Ну Ты же Будешь Давить Виноград Как его Давит Виноград Кто Видел Ну Вот так Руками Руками Давит Ногами Давит Специальное Приспособление Есть Давит Виноград И течет Виноград Давится И течет Сок Сок Течет Называется Правда Правда Называется Сок И сок Этот Стекает И там Специально Сделаны Желобки Чтобы Это было И наполняет Сосуды Эти сосуды Вытаскивают И там дальше Происходит Уже Бражение И там Они Туда Сюда Отстаивают Этот Виноград Он является Источником Витаминов Жизни Источником То есть Он как Питание Почему Его и чтили Не то Что там Для того Чтобы Забухать Как сейчас Говорят Нажраться Этого Виноградного Вина Чтобы потом Себя не помнить Да не для этого Это питательный Очень напиток Очень питательный Делали И сейчас Такие есть И в Абхазии У нас Эти напитки Делают Из вина И там В Крыму Делают Они очень Легкие Такие Вот у меня Жена Была Там В Абхазии И говорят Постоянно Они К каждому Там Завтрак И так далее У них Свои сорта Этого вина Называется Вино А оно Как сок То есть Его пьешь Там Не слышно Никаких Там Алкогольных Этих самых И у тебя В голове Ничего Не шумит Ты совершенно Нормальный То есть Это для поддержания Бодрости Еще Его делали Для того Чтобы Там Воды было Мало И Ну Было рядом Море Только Она была Соленая И чтобы Как вода Была Виночка И чтобы Вина Вина Это была Вода Вода Беззараживали С помощью Вина Ну Я хочу Сказать Что Вы уже Больше Меня Знаете Поэтому Слава Богу Давайте Только Не останавливаться Вино На На Сверхи Корейского Там Много Переводов Различных Не останавливаться Не зацикливаться На Вине Давайте Вы поняли Что это Очень важный Напиток А то Вы начнете Что там Этот Гедеон Как дурачок Шарится Где-то В яме Какой-то Выкопал В скале Это Очень важно Вино И его Отбирали Деньги За него Платили Золото Понятно Это Очень Очень Важный Источник Питания Для Древних Людей Как Оказывается А для Нас Он Сейчас Не Такой Важный Это Больше Как Алкоголь Против Чего Выступает Очень Сильный И Правильно Выступает Кстати Смотря Сейчас По Всему Ну На Меня Он Так Не Действует Слава Богу Но Я Правда Много Прошел Через Сво Здоровье И Вот Что И Говорит И Явился Ему Ангел И Господь Чего Постиг Он Разговаривает С Ангелом Как Верующий Человек Вот Когда Я Увижу Что Вы Со Мной Разговариваете Как Верующий С Верующим Я Вам Скажу Ты Верующий Пока Что Я Никому Это Не Могу Сказать Кроме Глитерия Уж Шибко Она Хорошо Библию Знает Вы Пока Что Так Полуверки Какие Вы Не За Столом Неправильно Себя Ведете Не Когда Подходите Ко Взрослым Неправильно Себя Ведете Не Умень У вас Этого Нет Вы Сегодня Уходили Благословение У отца Спрашивали Или Кто У отца Оставался Попросили Благословение Точно Ты Выходила Мама Дома Дома Болеет Дома Никого Сами Ушли На Автобусе Что Дают А Или Там Вас Подвезли Ага Ясно Ну У вас Некого Благословения Спрашаю Не Забывайте Благословение Спрашивать Когда Уходите Когда Переступаете Порог Дома Не забывайте Молиться Господу Чтобы он Помог вам Вы Верующие Помните Это Каждое Мгновение Жизни Вашей Начинаешь Где-то Говорить Начинаешь Отвечать Сел За парту На уроке Вспомни Господи Я же Верующий Как Я Как Это Меня Не посетила Мысль И Сразу У тебя Все уши Откроются Сразу Будешь Все Постигать Понятно Вот Подражаем Гедеон Пока Дальше Продолжим С Богом Спаси Христос Голос ПОСТОМ ПОСТОМ Дальше ПОСТОМ Пошли Пойдем Верующие Пойдем Пойдем Сказал, учи своя, мои силы, Сыном Израилем, хатенье своя. Щедрой милости в Господь, Долго терпелек и многонилостей, Не до конца прогневается, В ней же век рождует. Небо беззакониям нашим сотворилось нам, Не же по грехам нашим воздал есть нам. Я, по высоте небес, не от земли, Отвертел их Господь милость свою на боящихся его.